Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в гостях у Константина и Веры Липатовых. Это замечательная многодетная семья, у которых четверо собственных детей и еще несколько приемных. Константин является одним из основателей проекта «Добрая земля», которым он сейчас очень активно занимается. Я в свое время, уже достаточно много лет назад, занимался активным фестивалем. Потом у меня не было этой возможности. И вот Константин несколько лет назад подхватил это знамя и несет его вперед. Благодаря ему «Добрая земля» последние годы активно развивается. Я считаю, что это очень важно для нашего содружества, для нашего сообщества поселений. И я за это очень благодарен этой семье. Очень люблю их за традиционные ценности, которые они транслируют все время. Они, ну как я называю, дачники, то есть люди, которые здесь не живут постоянно, но точнее не жили постоянно. Но начиная с прошлого года, который был для всех нас особенным, 2020 год, они по сути поселились здесь постоянно. Еще более активно начали осваивать свое родовое поместье. На самом деле, даже будучи дачниками, по-моему, даже больше половины времени в году они проводили здесь. То есть для них это действительно очень важно. Поэтому я думаю, что мы узнаем сегодня много интересного. Будем расспрашивать, будем узнавать. Пойдемте. Здравствуйте. О, Толя, привет. Здравствуйте. Толя, добро пожаловать. Знаешь, друзья, смотрите, меня зовут Константин Липатов. Вы, в общем, короче, а это Вера. Это нет. И мы у нас, можно сказать, в нашем поместье. Приглашаем вас. По пить чай у нас и познакомиться. Пойдемте, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Просто интересно, друзья, смотрите, когда произошел коронавирус, и мы полностью уехали сюда сразу же. Я прямо еще до того, как было все объявлено, я уже предвидел эту ситуацию за лет за 10 примерно до этого. И, короче, здесь теперь мой офис. И я работаю отсюда и занимаюсь всеми вопросами прямо здесь. Ну, есть зимняя часть, а это моя любимая. Я отсюда вижу вот все, что происходит на участке. Кто проехал, кто прошел. Да, и теперь день мой так построен. Рано утром я выхожу, что-то делаю, потом сажусь в жаркую часть, или в какую-то часть дня я сажусь за такую онлайн работу, работу, которую раньше мы в офисе делали. И дальше я отправляюсь, отправляюсь. Такая логичная подборка просто, да, там приема общения с любым человеком, чтобы построить здоровое общество. Ну, просто сейчас я занимаюсь, ну, мы занимаемся на Доброй Земле обучением детей, я немножко вот на эту тему потом расскажу. Вот, а смотри, видишь, у меня еще логические задачи, веселые задачи Перельман. Тебе вообще это близко должно быть. Ну, да, да, Перельман это супер классика. Я просто хотел сказать это к тому, что вот лет 15 назад, когда мы только что пытались здесь начать все делать, это было больше 15 лет назад, Тут был один наш знакомый, вот Ира Дмитриев, муж, наш сосед, и он говорил, ребята, еще пройдет очень короткое время, и все будет здесь удаленно. Мы ему говорим, да что вы, не может этого быть, Александр Геннадьевич, никогда этого не будет. Он говорит, да вы просто не понимаете, куда движется человечество. Уже как бы место будет абсолютно, вот я думаю, неужели это возможно, такая мечта, да, что можно будет жить там, где ты хочешь, и при этом что-то делать, ну, вот, в связи со всеми. Он был прозорливый сосед, да. Да, он был прозорлив, а мы этого не до конца. Пока мы отсюда не ушли, я еще свою цапельку вам покажу. А, на люке, да. Смотрите, у нас есть, смотрите, такая с Верой, у каждого поместья, вот вы заходили, вы могли видеть там птичку, да, на этом. Наша вообще с Верой такая вот любимая история, это птицы, и вообще полет. И мы поэтому весь участок у нас посвящен тому, чтобы птицам было удобно. У нас везде кормушки, и на участке у нас и цапли, и утки, и чайки прилетают, дрозды, дятлы. Скворцы, зеленушки, вот... Дубоносы. Кто? А, дубоносы. А, дубоносы. Ну, в общем, очень много птиц, и они прямо сюда приходят, вот, в эту кормушечку. Сойки. Кстати, сойки очень красивые птицы. Я не знаю, там, сойка-пересмешница, она же ведь еще и русский попугай. У нее такая раскраска, и она подражает, вот мы это заметили, разным животным. В общем, короче, у нас такое получилось усадьба птиц. То есть, мы вот все, вот вы будете везде идти, и вы будете везде видеть, что там целая линия скворечников. Вот вы снимете, это как бы птичий базар наш, да, и там все... Это осознанное наше решение. Мы вот на поле были, когда пришли, и мы очень хотели сделать так, чтобы у нас тут жили птицы. Мы ждем, что когда-нибудь лебеди прилетят на порогах. Ну, или мы их просто заведем. Ну, мы просто их просто так, ну, не то, что не заведешь, но как вот их к себе приводить, да? Да, да. Ну, вот, ну что, пройдем, проходим, друзья, хорошо. Как скажете, друзья? Пожалуйста, я хотел проиллюстрировать, что вот таким может быть рабочее место современного человека. И причем довольно, ну, такого. Человека, который вполне свободный и комфортно живет. Вот, ну, история этого дома интересная. История этого дома интересная. Потому что помимо птиц, наша вот такая жизненная, жизненная, может быть, кредо сфера, это все-таки дети. И вот, и так как это, ну, с такой нитью проходит через нашу жизнь, то даже когда мы сюда стремились, то мы думали о том, что это будет детский центр. И этот дом задуман как вот часть хозяйская и часть, в которой вот поэтому много раковин, поэтому большой зал. То есть, что дети, вот я и сейчас, когда Добрая Земля занята, вот все занятия я сразу сюда переношу. Мы там собираемся зимой, летом. То есть, вот дом был сразу так задуман, что дети могут сюда приходить. То есть, это был такой замысел. Ну, и участок тоже. Я вот эту часть участка просто сделал для того, чтобы могло приходить много детей. Им было где побегать, что во что поиграть. То есть, самое первое, что мы сделали, это были не грядки, это было футбольное поле. Ну, поле, да. Ну, в общем, место, где можно бегать. Вот, бегать, играть. Ну, футбол, конечно, это как бы просто то, что я умею. Но это как бы это не догма. Вот, бадминтон тоже появился. Вот, а в целом, вот именно часть участка мы отдали именно для того, чтобы сюда могли приходить дети, играть. И дом так сделан, что тут все такое антивандальное. Нам абсолютно вот не страшно, что дети придут. Иногда, правда, вот заходишь в туалет, а там такая наскальная живопись. И здесь был Вася, например. Ну, я не буду фамилию называть. Ну, мы когда дом строили, уже было четверо детей у нас. И я работала в школе, мы хотели сюда привозить классы, и несколько лет классы приезжали и жили. Мы потом покажем на втором этаже. Как это было задумано, да. Сейчас из этого вообще Добрая Земля родилась, ну, для меня лично. Ну, поэтому такой большой стол сразу появился, потому что вот чтобы класс мог сесть. Да, для меня и Добрая Земля из этого родилась, потому что просто стало ясно, что здесь это не помещается. Да, что детей много вокруг. И сейчас, ну, отдельно об этом поговорим, но это как бы вот интересное направление, которое, ну, как бы все больше и больше нас всех захватывает. Это за, ну, как бы занятие с нашей молодежью. И вообще с детьми. Это вообще для поселений свойственно, да. Тут много людей с разными компетенциями. И каждый, когда дает свое детям здесь, то получается совершенно потрясающая история про образование, наверное, которой уже нигде нет. Я хотел попросить вот то ли такую сделать нам работу, провести исследование о том, ну, какая статистика выпускников наших поселений. Я думаю, она вот, судя по тому, что Митя делает, она очень-очень неплохая. То есть люди, которые, дети, которые выросли в поселениях, они довольно интересны, ну, как бы составили такой культурный слой. То есть ребята и поступают в институты и так далее. То есть мне кажется, что это очень о многом могло бы сказать. Ну, вот, ну, ладно, все, мы как бы переходим к как бы части, которые там, как вопросов. Ну, сейчас, может, мы это разложим. Спасибо, Вероня. Да, да, да. И Верочка сядет, потому что, да. Ну, что у вас есть, видите, какой-то план? Сейчас у меня еще в качестве рекламы. А мед принести, Якимовский? Да. А где он? Ну, Костя обычно пьет, когда у нас не гость, а Костя один просто дома, всегда пьет из такого подстаканника. Это делает наш сосед Валер Лысенко. Это такая хозяйская чашка. Вообще, мы окружены вот разными волшебными вещами, что каждая из вещей, это как-то вот, ну, связано с жителями. То есть что-то сделано в одном месте, что-то сделано в другом месте. Да, вот это тоже наш друг Никита Друзьев делает такие деревья. Ну, в общем, как бы мы окружены волшебной совершенно жизнью, которой каждая порой вещь напоминает о каком-то близком человеке, который тоже где-то живет в каком-то части России даже может быть, но примерно так же, как и мы. Вот, и, ну, мне кажется, это такое вот, ну, что-ли благословение, я не знаю. Ну, еще, чтобы закончить. Это вот еще Костя Стародубов у нас. Прекрасный резчик по дереву, врезают ложки. Мы всегда есть, мы всегда думаем, помним о нем. На память мы такой себе стол поставим. Мы мечтаем такие столбы сделать, но начали с простого. Пока у нас эскиз хранится. Эскиз храним, да, эскиз храним. Ну, я думаю, сейчас, если пойти, то выяснится, что много интересных вещей там. Молодцы, соседи порекламировали. Хотелось бы, на самом деле, вкратце, чтобы вы рассказали, как вы вот здесь появились, да, как вы пришли к этой идее, да, там, здесь обосновываться, как у вас это получилось, вот ваша история. Ну, Вера, ты согласна, что это я был, как бы, ну, как генератором этого движения? Да, это было 17 еще лет назад, у нас только было два ребенка, и мы жили в Подмосковье на даче. Мне казалось, прекрасное у нас хозяйство, и все нам-то хорошо, но Косте этого было мало. Он уже тогда искал, это был 2003 год, Костя уже с картами искал, где бы вот куда-то в простор выйти. Ну, мне, ну, и что вот на даче было, ну, как бы, понятно, что там можно только отдыхать. А мне было... Ну, и Костя, мне это там нельзя, никогда отдыхать. Ну, то есть, ну, из этого сделки лучше, что у вас была дача, все-таки, да? Да, у нас была дача, смотрите, как это вообще было. В Подмосковье, да? Дело в том, что я все детство провел на даче подмосковной. Как только мы с Верой поженились, первое мое желание было, это найти какой-то природный уголок, куда выезжать. Дело в том, что с детства я ждал вот с нетерпением первого числа, первого июня, когда брали такси родители и везли меня на дачу в Кузяево. Это, ну, неважно, это, короче, в сторону Шатуры, вот в этом, ну, короче, по вот этому направлению Куровское, ну, не так уж далеко. Ну, да, хорошо. И я провел там все детство, то есть, я приезжал, выходил в поле, падал в эту траву, там были мои лучшие друзья, ну, то есть, как бы, это было... То есть, я весь год болел, туда я приезжал, и начиналось, как бы, круглосуточное счастье. То есть, мы там катались на велосипеде. То, что я сейчас вижу здесь вот с нашими детьми, вот ураган, кстати, по-моему, как бы начинается. Вот, то, что я вижу с нашими детьми здесь, сейчас, это мне очень напоминает тот уровень свободы, который был там. И вот это было такое счастье первое. И как только вот мы в сознательной жизни, а с Верой мы довольно рано, уже 20 лет, мы как бы поженились. То есть, сразу родили двух мальчиков, поэтому на даче мы сразу с двумя мальчиками уже. Да, и мы, как бы, решили, что... Ну, то есть, для меня было, вот, я еще до мая я как-то в Москве мог находиться, ну, а с 1 мая, то ли, я уже, как бы, назверел, то есть, мне необходимо было выехать. Но, ну, вот, и сколько-то времени я дачу обустраивал, обустраивал, то есть, обустройство какое-то время занимало внимание, и было, как бы, это все интересно, да. Но потом, в какой-то момент оказалось, что... И тут еще совпало, Верина подруга принесла первую книгу, вот, Анастасия, и первую книгу я прочел. Она меня просто, вот, как-то, она меня просто, вот, вынесла, что вот оно. Мы прошли на Вечер в 99-м. Давно мы прошли, да. Я говорю, вот оно, как бы, вот оно, как может быть, вот оно, как должно быть. То есть, вот это именно образ, вот этот был очень сильный. Вот этот образ, и меня больше всего в нем всегда, что, ну, как бы, завораживало, это желание, вот, как-то, с самой природой, вот, быть близко круглый год, вот, все время, вот, быть с природой. То есть, вот, я, как бы, даже внутри себя часто очень ощущаю, что, как, знаешь, вот, если я время провожу не здесь, ну, как бы, не, вот, ну, не на природе, что ли, Я считаю это потерянным временем, как бы временем вычеркнутым из жизни. Я всегда быстро-быстро стараюсь как бы вернуться. Это именно мое такое ощущение. Я как антей, то есть вот возвращаюсь и тут же воспрял духом, набрал какую-то энергию, совершенно по-другому себя ощущаю. А дальше там уже была история поиска земли. Вообще у меня была такая мечта может быть о деревне друзей. Я это всегда так называл, деревне друзей, потому что на даче это все было нереализуемо. Плюс у меня всегда были определенные, однозначные отрицания по алкоголю, по этим вещам. И конечно такие места, как дача и тому подобное. Там я не находил вообще людей, с которыми я был бы в одном поле. Это вообще с детства было, что когда я там решил, что я не буду ругаться и не буду пить или еще что-то делать, то очень много компаний и друзей отвалилось и у меня было такое одиночество. То есть до встречи с Верой у меня был какой-то период, когда я был очень одиноким человеком. Родители были, конечно, пожилыми, я их очень любил. Но я был очень одинок, потому что у друзей были такие интересы, как бы, далекие от меня. И там 17-18 лет, я помню, я даже субботы очень не любил, потому что я как бы вот был в вакууме в таком. То есть я был в поиске, а что делать. Я тогда начал писать стихи, вот как творчеством заняться. Ну и Вера, конечно, когда мы с ней познакомились, это одиночество было разрушено полностью. То есть оказался еще один единомышленник. К тому же это там любимая жена. В общем, мы, ну конечно, мы рванули. То есть мы оказались такими единомышленниками. Дети, природа. Ну это что сразу малыши родились. Нас как бы это отрезало от школьных, студенческих друзей. Да, и мы сразу гуляли. Такие молодые, а мы уже как бы с малышами сидели дома. Я сейчас вот смотрю, там на ребят, кому 22-23 года. И у них даже им в голову не приходит, но многим из них, что в этом возрасте уже можно... А после 40 ты можешь уже оказаться родителем взрослых 20-летних детей. И жить уже немножко в другом формате. Знаешь, когда у тебя дети самостоятельные, это совсем другая жизнь в 40 лет. Ты еще как бы полон творческих идей, можешь начать для мира что-то больше делать. Потому что ты как бы уже вот этих вот малюток как бы уже не таскаешь все время на всех. Ну если ты не стал дедом. Да, да, ну понятно, да. То есть они не пошли, потому что... Кстати, они не торопятся. Да, они не торопятся. Ну конечно, многодетные семья, они как бы... Насмотрелись на счастливую, многодетную жизнь. Ну вот. И вот мы... И тут еще оказалось, что наши лучшие друзья Соловьевы, которые как бы всегда очень скептически относились вот к таким моим идеям. А это вереные родные наши соседи. Они... Их лучшая подруга Ира Дмитриева вступила в московский клуб Анастасии, который хотели именно здесь уже создавали поселение. Ну и как бы это еще было до того, как вы приехали. Мы приехали сюда, и нам сказали, есть только один участок, вот он последний. Нет, ну есть два. Один около дороги, а другой... Ну как бы право первого выбора было, естественно, у них. Потому что это их друзья. Ира, это однокурсники. Ну то есть наши соседи однокурсники. Причем это поколение-то какое, да? Это не молодые люди, это вот люди старшего поколения. То есть у них тоже была эта потребность. Я потом, мы будем говорить, я выскажу свое мнение, почему это. Да, могу даже сейчас сказать. Давай. Дело в том, что сейчас общество не востребует таланты и способности людей. Очень многие люди с очень сильными способностями не востребованы. Ну в силу такой капиталистической, ну даже не капиталистической, а скажем так, модели такой. Когда небольшое количество навыков приносит успех в денежном смысле, а все остальное оно как бы проигрывает. И это сбивает компас у человека. А здесь любой человек, он востребован внутренним сообществом. То есть его талант, его способность. Если ты гениальный строитель, там вот как некоторые, да, ты всегда востребован. И ты гораздо выше, гораздо лучше себя чувствуешь, чем обычный, да, строитель, который вот, ну там, квартиры клепает в городе. Ну то есть опять же я думаю, что самые талантливые и там они как бы на гребне, да. И вот получается, но здесь это просто ярко проявлено. То есть художник востребован, если он преподает. Ну то есть тут прям все знают кто-кто. То есть тут как-то возникает, что понятно, что вот этот человек, вот он вот это может. А этот вот это. И через какое-то время ты просто вот, слушайте, мед это суда. А строить это вот суда. А я не знаю, а там в поход это вот к этому человеку. Преподавать что-то это вот суда надо. Музыка это вот этот человек. И тут очень ярко проявляется вот это сущностное предозначение человека. Гораздо легче себя проявить. Ну конечно это отчасти связано с тем, что не всегда вот современный мир, вот особенно мир вот такой быстробегущий, он может востребовать сущностное, ну как бы предозначение человека, да. Потому что этот вот вопрос жить или выживать, он ну все время сейчас стоит перед многими людьми. А выживание ведет к деградации, к сожалению. И как бы вот здесь это прожить. Вот быть или иметь. Вот я сейчас просто Фрома читаю. И здесь это про быть. Быть, а не казаться. Быть, а не иметь. То есть не стремиться все захватить. Не стремиться, да. То есть когда ты здесь живешь, ты очень остро ощущаешь, что тебе не может быть хорошо, если рядом с тобой люди как бы, ну им совсем плохо. То есть это как бы, ну тут это остро ощущается. Ну а дальше мы вот, оказывается, этот участок нам как бы все-таки достался волшебным образом, да, нам его предложили. Вот старшие выбрали в глубине, потому что нам потише надо, а вы молодые, можете у дороги. А мне очень нравилось, что тут близко храм и озеро. Это прям был мой фан, что озеро рядом и еще старый храм рядом. Все это для меня было, у меня как бы никакого не было противоречия между разными какими-то тонкостями там религий. То есть мне было понятно, что есть там духовный мир, есть природный мир, что природа тоже живая. Все это как-то взаимое. Я уже тогда читал очень интересные книги и Розу Мира, и как бы в моем сознании все это как бы очень гармонично, ну, уживалось. Было очень радостно, что здесь есть и эта природная сила, и вот старинное какое-то намоленное место, оказывается. Здесь мы узнали, что было 3000 людей приход, и вот с 1600 какого-то года этот храм. Ну, то есть все это как бы было. И наш центр, мы надеялись, что он послужит детям, ну, и нашим, и вообще детям. То есть мне очень хотелось видеть здесь детей. Потому что это вообще моя мечта. Вот у кого какая, а моя мечта с детства – это работать с детьми. И хотя мне много времени пришлось уделить как бы обеспечению семьи, да, но все же вот по призванию по-своему, и меня всегда тянуло в детские дома, еще куда-то. То есть мне всегда хотелось быть окруженным детьми. Это как бы и вера так же. Да, но я еще хотела бы сказать про наших старших, Соловьевых. Мне кажется, без их поддержки, без их участия бы вообще не получилось вот это все построить и организовать. Ну, следить за всем, да. За той стороны наша такая молодая энергия помогла им решиться вот на что-то сверхъестественное, как тогда казалось, уехать просто из московской квартиры в чистое поле, вот. А их так основательная, зрелая энергия помогла нам здесь построиться, укорениться. То, что первые годы, ну, нам первые пять лет, у нас еще не было своего жилья, мы приезжали к Соловьевым. У нас было две грудные девочки маленькие, два постарше мальчика, и мы всей толпой взносили просто их в поместье. Ввязали в их поместье. Вот редко такая, да, то есть, ну, это вообще, да. Они уступали нам весь первый этаж, дети плакали там по ночам. Мы не такие близкие были, как бы, все-таки, да, вот, ну, не дети, ну, то есть, вот, не настолько, ну, ладно, вероятно, это такая история. Когда уже мы потихоньку построились, мы редко приезжали и следить за хозяйством, вообще присматривать. Вы просто присмотр, да. Мы очень нам помогали, дядя Слава, тя Тира, вот, своим вниманием, заботой, иначе бы, вот, так бы не сохранилось, что ли, так быстро не выросла вот эта вся усадьба. Потому что в силу работы, в силу того, что много детей сразу было, у меня вообще много лет не получалось приезжать. Костя сначала один ездил. И только вот потом, со временем, опять, наш сосед Леша Рябов нам срубил баню, это был наш первый дом. Ну, и уже потом потихоньку этот дом строился. Да, вот многие люди хотят слишком быстро все. Ну, вот мы знаем, как сад растет. Вот, когда приходят, все говорят, ой, у вас уже все так вот готово. Готовы, но на самом деле это, ну, там, 15 лет последовательных усилий. У нас хороший дом, а вы его за сколько построили? Я говорю, ну, вот мы 18 лет назад начали строить. Ну, как-то народ сразу начинает умевать. Да, да, сейчас все привыкли, что за один сезон можно уже все построить, а мы строили годами. То есть, первый год сруб, второй год там окна двери. Нет, сруб стоял, нет, сруб стоял, не сгон, это год-четыре просто сруб. Ну, так что, ну, так. Вот, ну, была такая сила намерения. Вообще, у меня есть такая формула. Постоянное последовательное усилие в выбранном нами направлении. Я ее придерживаюсь во всех делах. Делать маленький шаг каждый день в ту сторону, в которую мы идем. Ну, это важная мысль. Мы, кстати, да, в некоторых видео тоже затрагиваем ее так регулярно, что не надо торопиться. То есть, очень часто приходит к тому, что, то есть, кажется, что можно там прийти на поместье и сразу там, не знаю, все посадить. А потом выясняется, что ты там все посадил не там, где надо. Там все сделал не там, где надо. То есть, получается, если у тебя нету как-то очень много опыта, а обычно, ну, такая ситуация и есть, то лучше последовательно. То есть, сделать то, что тебе очевидно, потом немножко посмотреть вокруг, сделать еще что-то более-менее понятно. И потихоньку... Да, 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 сознание расширяется не сразу. То есть, не сразу ты можешь охватить вот такое пространство в своем сознании. Ну, потом увидеть, как это все весной, зимой, там, летом, вот увидеть, как ветер дует, там, вот, ну, все вот это со временем приходит. Сразу это сложно уловить. Это, по-моему, в наше время мало. У меня была такая идея, она здесь реализована на участке. Я хотел отдельно стоящие деревья, чтобы они дали кроны. То есть, дать им пространство, чтобы это было, например, разные красивые деревья. Дуб, клён, вяз, ель, пихта, лиственница, липа. Чтобы они могли дать кедры, конечно. Вот несколько кедров есть, четыре, по-моему. И они, чтобы могли дать крону. Вот это, мне кажется, в какой-то степени уже сейчас просматривается. Плюс вечно зеленое что-то. Ну, все равно начиналось все с дома. Здесь был бурьян попрос, и мы просто выбрали самое высокое место и поставили срубку. Мы как бы это место уже застолбили, а дальше уже от дома, ну, и баня. А уже потом потихоньку стали осваивать. Ну, а как вам еще, конечно, с четырьмя детьми? И мы вот этот жилой костяк вывели на край участка, чтобы все остальное было. У нас очень сильный уклон. Да, у нас туда уклон, и здесь самое сухое, высокое место. И как бы оно очень быстро, ну, то есть было понятно, что здесь вот хорошо. А так вот, если сориентироваться, это мой вот, ну, очень важный вопрос. Затрагиваем планирование, да, участка, зонирование, так скажем, да. То есть это получается жилая такая зона в какой-то север, да? Она локализована, да, она локализована, потому что вся остальная часть участка свободна для движения. То есть там ты ни на что уже не натыкаешься, это все время природный мир. Ну, то есть там все время какие-то, ну, там есть какие-то зоны, тоже зона сада, зона, зона, вот где можно бегать, такой рекреации. Вот эта видовая зона перед входом, да, гостевая. Вот, еще наша фишка, это вот эти деревянные настилы, можно поснимать там тоже, да. И это внешнее, и там внутреннее. То есть есть история для того, чтобы принимать гостей, мы сразу об этом думали, что вот здесь мы принимаем, вот в этой части. А есть внутренняя приватная зона участка, более личная, более интимная, и там живет семья, в той части дома, и в той части участка там уже семья. То есть когда люди даже здесь, вот в доме, можно с двух сторон зайти на кухню. Ну, то есть как бы это сразу мы задумали. Но так как я не был архитектором, то я просто заказал сруб в самый, ну, понимаете, да, вот просто вот русский терем. Я просто-просто спланировал, тык-тык-тык-тык, никакого не было. Ну, просто долго ждать, сейчас все проектируют и прочее. Конечно, это некоторые проблемы породило, но позволило быстро стартануть. То есть мы сразу это заказали, это тут у местных людей. Вообще мы брали за идею русский терем, который в несколько сторон смотрит, ну, упрощенный, да, и двухэтажный сруб. То есть сразу была вся планировка сформирована. Это, конечно, создало некоторые проблемы, но ускорило, уже деваться было некуда. То есть приходилось вот в этих стенах как-то вписываться, да. Ну, там была смешная история, Костя говорит, ну, придумай планировку, где у нас что будет. Ну, я достаточно долго придумывала. Потом Костя поехал, зима, Костя поехал заказывать сруб и звонит мне оттуда. Вера, я забыл твой чертеж, ты можешь мне по телефону продиктовать, как-то хочу. И вьюга свистит в трубке. Ну, да, там минус 20. А потом, когда они начали рубить, оттуда тоже звонил мастер. Костя, в лапу или в чашу? Я просто не знал, что это значит. Костя его кричит, в чашу, в чашу, в лапу, в чашу. Так, в общем, в лапу и срубили. Так и срубили в лапу в итоге. Да, ну, в общем, короче, я хочу сказать, что волно было этих казусов. Что мы просто были абсолютно не понимающие, что мы делаем в деталях. То есть это же новое все было. Вот, но мне очень хотелось быть в дереве. Хотелось не заморачиваться ни с какой отделкой вообще, просто не заморачиваться. Если дети придут и по этим стенам там ударят, как угодно, на что угодно сделают, ничего ты не будешь волноваться. По этим лавкам. Ну, то есть, чтобы ни за какого вот имущества не было ни малейшего волнения, что что-то тут может кто-то повредить. И когда Вика тут что-то или девчонки разбивали, расстраивались. А я говорю, не расстраивайтесь, здесь ничего нет такого, что было бы столь ценно, да, что мы бы сердились, что с этим что-то случится. Поэтому у нас как бы мы сидим на таких вот кандонах. Они были сделаны, как бы, своими, ну, не нашими руками, но вот нашими знакомыми. И лавки, они первые появились еще сруб стоят. Мы решили с ними и остаться. Никаких стульев лишних. Учителя из нашей школы надо было их посадить. И вот тут кто-то работал там, да, Олег свершил. Вот этот стол тоже его под заказ делали во Владимире в мастерской. Ну и лестница тоже, ребят. Ну, ну, короче, это все так по ходу. Много вещей это просто подарили. Ну, покажем тоже в комнатах, тоже мебель такая встроенная, просто из мебельных щитов. Ну, короче, можно, оказывается, жить довольно, ну, как бы, не заморачиваясь на эти вот вещи. А технический дом хорошо оснащен. То есть тут вода поднимается. Ну, то все это сейчас легко достаточно сделать. То есть, и вода в доме, и все там необходимые вещи, отопление довольно удобное, но дорогое, конечно, уже. Ну, если бы вдруг, да, представить себе волшебную ситуацию, вы бы сейчас бы заново, да, начинали. Вот, в плане первоначального освоения участка, вот что-то вы сделали бы по-другому. Ну, вопрос сложный в каком смысле? Что мы настолько постепенно, ну, как бы, шли по этому участку, то есть настолько шаг за шагом его для себя осмысляли, то просто сейчас я его хорошо знаю, и как бы, как вот вернуться, если вернуться в тот момент с хорошим знанием, ну, участка, то просто мы бы, наверное, это делали быстрее. Возможно, вот сейчас я что думаю? Я бы какие-то зоны просто бы заморочился и выровнял, то есть завез бы земли сразу в начале, и сделал бы ровные, очень ровные, как бы, зоны, то есть, или, а где-то бы, наоборот, насыпал бы какие-то холмы, ну, то есть, как бы, поработал бы с ландшафтом до того, как уже, как бы, да, когда ты уже зашел, ничего сделать не можешь. Мы, конечно, этого тогда не понимали, и, как бы, площадь была большая, мы просто выбрали самую, как бы, более-менее ровную часть, и на ней стали развиваться. А все остальное, ну, отчасти, так и осталось не до... Вы же и выравнивали вот футбольное поле у тебя есть, да? Ну, да, ну, не так, ну, не так, ну, не так, как надо, да, то есть, его бы лучше можно было сделать, ну, просто тогда не было и наших вот кучей знакомых, которые могли бы... То есть, сейчас так технически все оснастилось, да, вокруг есть люди и с экскаваторами, и с тракторами, ведь у нас вот сейчас вот за... в добром выкопали там 8 прудов за сезон, да, или, ну, понимаете, я говорю, и больших прудов, качественных прудов, а мы все это, как бы, были первооткрывателями, мы все сделали немножко, ну, как бы, немножко не так, немножко неправильно, не зная, как бы, да, конечно, если вот тот, кто сейчас делает, он даже просто получает такие, ну, такого качества услугу, которую тогда нельзя было получить, это касается, наверное, и дома, в том смысле, что для тебя вполне реально сейчас уже заказать, там, не знаю, какой-то клееный брус, там, продвинутый, да, то есть, ты можешь с деревом, если ты хочешь, ты можешь подумать и какие-то сделать решения более... вот, ну, кстати, у нас дом на плите стоит, и мы очень этому, как бы, рады, то есть, у нас дом большой, 12 на 12, и это 12-метровые бревна, но в этом есть своя какая-то, как будто он, как корабль, и ты, как будто, когда вот, ты в нем, как бы, да, в жару в нем свежо, когда холодно, он, как бы, такой теплый, ну, то есть, как бы, тут есть вот определенные, ну, конечно, наверное, сейчас просто технологически уже на такое движение вперед, что, конечно, выборы богаты, и такой выбор вариантов и материалов, что... Тогда мы же исходили из того, чтобы подешевле, например, сделали андулиновую кровлю, да, а вариантов-то очень много, да, просто это было самое простое, доступное и легко сделать, то есть, задача была быстрая решить, уже даже на Доброй Земле такая красивая металлочерепица, да, а здесь... То есть, вы бы сейчас, может быть, сделали бы металлочерепицу, если бы... Может быть, какие-нибудь еще виды кровли, может быть, и отчасти зеленую кровлю, ну, то есть, сейчас столько вот интересных идей, но тогда, и будучи с большим количеством маленьких детей, нам нужно было какое-то быстро реализуемое решение, которое нас быстро бы, да, позволило нам здесь оказаться как можно быстрее. Вот как бы поэтому... Конечно, когда ты из покоя действуешь, это гораздо, может быть, более такими точными решения, да, чем ты в большем покое находишься на момент принятия решения. Когда меня торопит, я никогда не принимаю решения сейчас. То есть, если мне кто-то торопится, что давай-давай, быстрее-быстрее, как я обычно очень... Не любит такие ситуации. Я очень тороплюсь, а я нет, я не тороплюсь. Ну, это правильно, да. Это правильно. Ну, может быть, затронем тогда, в конце, плита. И то у вас вообще должна быть, наверное, какая-то утепленная плита, да? Не знаю, значит, это технология. Ну, я не строитель, к сожалению, но действительно плита и плюс утепленные полы, она дает такой эффект, что как бы у тебя снизу вообще никаких... То есть, полы не могут гнить, это все исключено. То есть, сразу же... Ну, плита, это, да, замечательный вариант. И она не дороже, чем... Плита не дороже, чем... Особенно для такого большого дома, даже мы считали, дороже. Да, да, да. Толщина? Ну, толщина примерно вот такая. Ну, сантиметров 20, наверное. Ну, да, 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 да. Ну, то есть, в части дома мы положили вот на лаги деревянный пол, а в некоторых комнатах у нас прямо на бетонную плиту приклеена пробка. Да, у нас в хозяйской части везде пробка, она теплая. И она сама как изолятор. Да, она изолятор теплая, мягкая, и как бы... А сюда насыпали керамзит или что-то такое. Под деревянные полы? Да, под деревянные. А пробку сразу клеили на бетон. Ну, вот на второй уровень он как бы... На втором этаже вообще очень тепло всегда. То есть, даже зимой там жара. Ну, наверное, у тебя так же второй этаж, что вообще там дети живут, они там вообще всегда в легкой одежде ходят. Все тепло там, а мы не любим сильную жару. Ну, потом еще у нас дома, ну, считается старомотным, когда вот друзья приезжают, говорят, ну, как неудобно. У вас столько дверей, какие-то тут переходы. Сейчас, конечно, современные там теплопакеты. Еще объединенные пространства, да, когда много воздуха, много места. А у нас еще как бы по-старому тамбур. Я скажу так, и мне очень... Сберегали вот это тепло. Мы еще вот по старинке вот это все перегораживали. Ну, есть свои плюсы, но как-то вот сейчас без этого уже обходится. Да, уже вот эти вот маленькие пространства, ну, то есть, конечно, и кухня бы по-другому, наверное, все это было. Ну, то есть сейчас совсем другое, вот, высокие окна. То есть, ну, вот там к Сереже Шевчуку зайти, как он строит сейчас, да. То есть, это, конечно, время и взгляд на это. Но это вторично на самом деле, потому что первично это то, что мы здесь. И потом у нас, так как дом большой, то в разное время, например, жары, зимой у тебя солнце хорошо прогревает жилые комнаты на юге. И там всегда днем очень тепло, просто естественным теплом. В жару здесь уже наступает прохлада и тень. Это восточная как бы сторона. Всю большую часть дня я работаю здесь в тени. И вообще можно находиться в самый жаркий день вот здесь. И наоборот, допустим, где-то очень хорошо вечером, да. То есть, куда-то туда нужно уйти, в вечерней части там очень хорошо. Ну, то есть, как бы, есть преимущество вот это. Где-то прохлада еще, где-то уже… У нас, если солнце отсюда, та часть дома в тени, там так холодно, а потом оно туда переходит. Вообще такая гибкость, как бы маневренность внутри дома. Мне кажется, это очень важно, потому что семья развивается очень стремительно. Ну, вот тебе кажется, что ваша семья, папа, мама и двое маленьких детей. А через год их уже не двое. А потом их уже, они уже не маленькие. А потом с вами поселилась бабушка. А потом с вами сестра приехала жить. То есть, ну, нет вот такого, что вот делаем вот под такой состав семьи. Про нас всегда так шутили, что, да, Лепатовым… Ну, мы теперь вот так, теперь вот так расселились, переставили. Короче, у Лепатовых в любом чулане спальное место. Вот такая была штука. Да, Лепатовых даже если погреб выруют, и там койко-место пошло. У нас, короче, наверное, 40 мест здесь есть во всех. То есть, в любой территории, везде все вторые этажи, и мы потом можем пройти, посмотреть. Вот в бане это или это вот в сарае. Весь второй этаж – это дополнительные места, где они… Там девочки живут, там их друзья приходят, чтобы нам не мешать. Ну, короче, здесь семейные, а в бане еще есть места. То есть, места много, еще и всякие вот такие заходики, и там лежат матрасы, и там тоже кто-то может лечь. Поэтому у вас и концепция такая, не открытое пространство, а то, что вы же изначально планировали это и как детский центр, как дом для большой семьи. И как… Да, но это вот эти все, вот эти многочисленные двери, они помогают, как в пятнашках, там по-разному ты перекрываешь. Вот сейчас эта зона активная, это тихая. Потом эту можно зону уменьшить, это увеличить. Гостей нет, мы живем на весь дом. Приехали гости, мы ужались в той части, и эта часть отдана гостям. Устал я от людей, ушел в баню, тихо там читаю. Ну да, 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 да. Меня не видать, не слыхали. Ну, как бы есть еще какие-то еще косяки непроработанные такие. Вот, ну, в целом, очень хорошо вот дом подстраивается. Мне очень нравится, что утро мы здесь встречаем. Ну, вы хотите с ним, ну, как ты скажешь, мы можем небольшой сделать такой вот… Мы обязательно, да, да. То есть вот выход из дома в западную часть, очень интересен, что ты вот это восточная часть, и здесь у тебя рассвет, тут всегда утро, да, мы встречаемся, завтракаем. А там, наоборот, там всегда вечер, там закат, и там вечернее место. Может, мы еще что-нибудь покажем? Да, давайте. Сейчас Столя поспрашивает, может, что-то есть. Нет, давайте пойдем посмотрим, мы в процессе еще посмотрим. Смотреть было бы… Давайте выйдем, зайдем наверх, это здорово. Очень здорово, да. Вот я еще вот про лестницу расскажу. Оказывается, что, ну, так как мы не архитекторы, мы вообще мало что-то понимали в этом, мы не знали, насколько важно заложить пространство для лестницы, чтобы она была удобной, чтобы она вписалась. Поэтому мы выградили просто какой-то угол, где должна была быть лестница, а потом выяснилось, что идут какие-то, вот, как это, балки, и что лестницу надо только уже по этим балкам вписывать. Потом еще выяснилось, что здесь потребуется дверь, и лестница не может уже оттуда начаться. Очень много тонкостей, и получается, что сразу надо хорошее пространство закладывать под лестницу, ее рассчитывать, чтобы она была удобной. Поэтому первую лестницу, которую мы сделали, нам вообще пришлось срезать, она была очень неудобной. Это, опять же, мы делали на заказ, вроде бы мы ее тоже, ну, как бы все выверяли, но это вынужденное вписание. Вот, а еще про комнаты. Вот эта комната задумывалась как учительская, где жили бы учителя. Ну, со временем она просто стала гостевой. Здесь вот такой у нас самодельный шкаф купейный. Наверху мы сделали еще одно койко-леста, лестницу, чтобы туда залезать. Ну, такая вот. Это несколько лет проходил рыцарский турнир у нас здесь на озере для школьников. С тех пор осталась карта. Ну, вот это вполне удобная система. Ну, и главное, она как-то там просто именно вписана в дом. Когда много гостей, куда можно тоже залезть, там пожить. Вот, а наверху мы размещали детей. Но одновременно, когда не было классов, это была игровая комната для наших ребят. Ну, вот это вот половина дома. Ровно половина сруба. Это кошечка. Ладно, Кость, ну не колесось такое бывает. Вот просто дети на подушках дрались, и у нас все в перьях. Вот, мы сделали библиотеку здесь. Свою скал дойти. Игры всякие, игротеки Костя сейчас ведет. Да, терьяк вложен настольными играми, видите. Клуб настольных игр. Чтение, все здесь. Ну, и место дети очень любят. Вот, идут еще для них. Ну, еще совсем недавно не было этих матрасов. Просто было свободное пространство. А внутри, там просто была кладовка совершенно техническая. Ну, сейчас пока закрою. Сюда можно зайти, там целый мир. Была просто техническая кладовка. Акна, дескор. Покажи, пососнили так. Туда лезут все дети. Веру, ты снимаешь? Давай. Всем хотелось влезть в эту техническую кладовку. Хотя там были необработанные на полу доски. Там были, не было света, холодно. Короче, мы решили... Все лезли туда. Сделали для них. Поэтому мы решили там прорубить окно. Когда к нам приходят дети, они легко найти, они все уходят туда. Там Кавролин. Можно пролезть туда. Они просто туда уходят. Это прикольное место. И это самое любимое место всех детей. Это детальная комната. Да. Они там все обитают. Многие просятся там даже спать. Ну, я так скажу, что вот как ты задумаешь пространство, потом это все начинает работать. То есть, как бы вот мечтайте, осторожнее, мечты сбываются. Тоже интересная придумка. Это лавки. Они же ящики для хранения игрушек. Ну и всяких там. Это очень удобно. У нас всегда в доме остается куча всего. И дети любят приходить. Разные дети. Они что-то находят для себя. А мы, в принципе, разрешаем забирать, уносить. Ну, в общем, короче говоря. Ну, вот, опять же, дом мы строили. Дети уже были где-то, вот, самое младшее, наверное, годика три было. Теперь уже получается, что для младенцев, например, наш дом не очень удобный. Потому что есть такие вот уже опасные зоны. Ну, да, да. Мы, конечно... На которые раньше мы не обращали внимания. Были другие задачи. Ну, это вы исправите. Это несложно, да. Ну, я просто очень люблю хвалить и рекламировать соседей. Ну, потому что они вот реально очень талантливые и обыкновенные люди. И наш еще один сосед. Кость, можешь сюда принести? А, сейчас. Антон Евгеньевич Дэйч. Который, казалось бы, был поваром всегда. Да, это наш суперповар. Но он же еще столярных делмастер. Он сделал вот такую интересную табуретку. Здесь около 20 разных пород деревьев. Попробуй ее на вес. Она такая. Вот это их натуральный цвет. Включая вот этот черный Венгий из Африки. Я еще не выучила, где какое. Он не обещал подписать. А это вот отличная медитативная игрушка. Вот дети очень любят. Они приходят и долго вот так. У кого-то нервы слабые. Они дети обычно... Но дети не так любят делать. У детей есть такая... Ну, такая... Они, знаешь, им не интересно так. Они любят вот так. Если ребенок пришел, то оно вот так будет катиться. Но некоторым и этого мало. Они находят все возможные шары. Я пока не нашла мастеров, которые здесь помогли. Как будто он сейчас упадет, да? Как будто бы, да. Он сейчас упадет. Но он то вверх идет, то вниз. Как по вопросу упадется. Еще тоже... Ну, не знаю, удобно ли тут снимать. Тоже Антон Евгеньевич сделал деревянный магнит. Сюда за дверь как... Ну, Антон так и делает. Он внутрь встраивает магнитики. И вот такая получается доска. Конечно, необычно смотрится. Как это к дереву примагнитить. Да, да. То есть у вас вот санузел такой, да? Делали очень дешево. Какими-то панелями пластиковыми. Потом дом сел, панели все изогнулись. И вообще как-то было совершенно ужасно. И мы в итоге все переделали. Ну, как вот гипсовые вот эти туда плиты. Сверху положили плитку. На усадку тоже оставили там зазор. И вот в таком виде мне гораздо больше нравится, чем когда срубили пластик. Ровная плитка вот прям очень радует. Вот наша такая внутренняя гостиная. Камин, к сожалению, очень скаминно. Какие-то видно, потому что дом садился. Пошли трещины, будем переделывать в этом году. Как-то он провис, перекосился. Ну, сруби очень надо аккуратно со стенами пристраиваться к ним. Очень осторожно. Это тоже. Этот стол сделан здесь. Местный мастер. У него из елки сделана ножка. Из кедра сделана такая столешница. Ну, мы шутим, что это Apple. Почему-то он вот такую конфигурацию придал. Кормушку у нас из пинка там тоже. Какая забавная. Вот. И здесь второй вход. И выход уже на другую лопатку. Вот это кресло маленького принца. Кстати, делает Александр Соболев. Ну, короче, в общем, друзья. Это специально так и задумано. То есть столько кресел не построишь и стульев. И вот сюда, наверное, поближе, да, чуть-чуть, чтобы камеру. Не поставишь столько стульев, кресел там, да. Вот тут так придумано, что могут сидеть много. Вот ему здесь дети приходят или кто-то. И мы вот так просто сидим. Да. А там тот, кто ведущий. У вас тут, да. И как сцена, и как зрительный зал. Можно по-разному сделать здесь, в принципе. Ну, да, место такое как бы получилось. Ну, это мне подсказала Любовь и Булуби. Это один из моих любимых фильмов. Кстати, да. И там вот эти настилы в северных деревнях, да, где много влаги. И я тоже подумал, что было бы здорово такое место иметь, где всегда можно выйти. И это зимой мы чистим. И когда солнечные дни, это в любое время года очень колценная штука. И особенно детям им всегда хочется выйти и куда-то сесть. И вот у них тут есть такая возможность потусить. Летом-то здесь жарко, но вечером очень хорошо, утром. Ну, вот мы с тобой сейчас находимся. Я так понимаю, это ваше как раз первое, да? Да, это мы вот только недавно. Жилье? Это мы недавно переделали. Да, изначально это было вот... Наше первое жилье, но уже после реконструкции. Да, мы его реконструировали спустя 15 лет. Оно уже очень изменилось, да? Да, сделали его... Внутри оно современное, как в хороших фильмах там подходишь. То есть это изначально был простой сруб какой-то? Да, и вот эта часть была вообще летняя. То есть это был такой, как бы совсем не дом даже. Там была одна комната и баня, и все. И верх такой. Веранда была вся обшита пластиком. Я забыла, как называется, белой... Ну да, поликарбонатом. Поликарбонатом, просто как теплица. Ну да, это так многие делают, да. Самый простой способ. Ну вот, и мы ее, конечно, уже реконструировали. Вот тут мы немножко... Я вообще хотел вот это все убрать, и эти бревна, и вообще окна до пола сделать. Ну вот, в итоге мы все-таки северные люди решили, что и так сойдет. И сруб это святое, да? Трогать срубы, да? Ну вот, ну... Ну у вас баня в полной мере здесь все равно остается, да? Да, баня там мы можем ее показать. Она очень стильная стала. Ну мы сейчас посмотрим. Интересно, да. Ты как ценитель бани, ты как бы можешь оценить, что... Хорошая баня, это половина дела. Да, да, да. Изначально у нас здесь была вот эта пристройка была. Ну тут надо... Были опять же вот эти все двери какие-то. Короче, вот современные тенденции, это просто свободные открытые пространства. Это последнее, что мы перестраивали, и поэтому здесь появилось вот это свободное пространство. Да, то есть если бы мы строили сейчас, мы бы уже... Много стекла. Вот, мы тоже ее очень любим, паровая. Она внутри... Кедровая, кстати. Садишься, голова у тебя на улице. Ну Саша наверняка уже все... И паром тебя обдает. Раньше лестница на второй этаж отсюда шла, и все тепло уходило наверх. Здесь было все по литрабонатам вообще... Ну а что тут такого? Да, мне кажется... Как бы так-то... И в итоге мы отрезали второй этаж. Не, ну для нас это вообще просто шик. Чтобы эфир был такой полноценный... Блин, такой фонарик. Саша уже, бедный, пытается уже с двух рук во все стороны. Не знаю куда, да. Бедный, ему никак не упрощает жизнь. Вер, до санузела чего я показывать это? Там просто кран и унитаз. Не надо это. Для нас достижение. С женами за всеми. Это маленький шаг для человечества. Ну реально достижение, потому что люди, которые в бане жили, не хотелось ходить на улицу. Кому-то ее интересно. Ну, Кость, это вот такие современные требования. Да, это в некоторых странах уже давно эти требования. Я думаю, это лишнее. Ну вот просто как это выглядит. Ничего лишнего, вот такие свободные пространства. Вы потом, получается, залили еще здесь полы? Нет, ну просто полы поменяли, а это как-то Серега сделал. Ну старые полы прогнили и упали. Это уже мы все свежие полы постелили. Сосед Серега Шевчук, он так сделал здесь как бассейн. Если другу тут зальется вода, она тут будет стоять. Вот эту систему я давно не мечтала, но мы пока не можем отработать, чтобы она идеально работала. Ну чтобы никаких поддонов и душевых кабин, которые я терпеть не могу. Мне хотелось, чтобы вода сразу уходила. Ну, я беру, нет такие дирали, это как бы уже лишнее наших зрителей. Не, ну почему? На самом деле вполне это может быть. Это может быть, да. И просто как это сделать, кто-то вполне может быть, да. Я тоже вот у себя, например, думал сделать в таком ключе, но не решился, потому что вокруг сруб. И как бы вот, ну я сейчас поставил душевую. В доме мы не решились. Да, вот. Ну и здесь сонар, комната гостевая. Здесь есть отдельная печка отопительная. У меня здесь джей родительская сюда переехала. Угу. И вот баня очень хорошо срублена. Вот если посмотреть вот эти все швы. Леша рубил это все вручную, топорами они, и очень подогнанные хорошо бревна, в отличие от дома, где у нас там все выворачивается, все высыпается, все на совести сделали. И вот нам было, конечно, и дом с ним делать, потому что на порядок качественнее сделано баня, чем... А дом рубили бензопилами, вот так вот рубили под углом, поэтому бревно растрескивается, все вываливается. А здесь вот мы немножко переделали свет, это уже Сережа Шевчук, у нас здесь вот такой современный свет. Как бы такой романтический свет. Да. Приглушенный. Приглушенный. Ну видно источник. И здесь также сделано. Сейчас светло тоже вот так вот, периметр подсвечивается. Веранда срублена, и то как все хорошо подогнано, как все швы хорошо сделаны. А, ну вот еще, это стол, это тоже делал Антон Евгеньевич. Ну здесь он маленько у нас расцвескался на солнце, это его первая работа, когда эпоксидкой заливаются кусочки дерева. Вот такая получается столешница. Давайте ко всем присоединимся. Близкие люди, которые здесь живут, не с точки зрения каких-то вот, как сейчас это вот, да, там, каких-то тусовок, а так как это по ценностям, так как это люди по ценностям близкие, поэтому рядом с ними очень хорошо находиться. То есть в чем-то главном, это люди, которые разделяют одни ценности. Это очень здорово. Ну, если так не удлинять это, то это ценности чистоты определенной. Ну, то есть кто-то в большей степени, кто-то в меньшей это может, но в целом, мне кажется, в этом залог. И, кстати, вот если коротко взять, да, идею, о которой мы говорим о родовых поместях, то, наверное, частота помыслов – это главная мысль. Если о ней не забывать, и каждый будет этим, ну, этим мерилом мерить собственное внутреннее состояние, то мы очень много о себе поймем и, наверное, вперед продвинемся. Потому что, конечно, такое пространство, оно, наверное, как монастырь, оно проявляет очень разные вещи в людях, да. Часто говорят, что люди ушли спасаться, а там их как бы бесы крутят, да. И поэтому, когда вокруг тебя очень много покоя, очень много красоты, очень много времени с самим собой, то эффект может быть неожиданный для некоторых людей. То есть это тоже надо, ну, как бы, когда ты из бурной деятельности выходишь, это определенное испытание. Вот. Особенно для современного человека, который привык жить умом. То есть ум все время должен быть занят. Вот. И здесь, конечно, есть возможность занять руки, тело, то есть физически что-то делать каждый день. И это большой как бы плюс, да, двигаться много. Ну, и есть возможность найти время. Я об этом давно говорил, что вот всю жизнь для меня было самым приятным, самым важным, когда же я приду домой и встречусь со своей семьей. И это для меня было вот как бы, ну, ожиданием там всего дня. И здесь есть возможность этому посвятить как бы жизнь. Вот. То есть не хочется жить в концепции, хочется жить вот в своей жизни. То есть какие-то есть внутренние подсказки у каждого человека, как найти свою тропинку. Мне кажется, мы какую-то свою, ну, в какой-то степени нашли. И это не является непосредственно профессией, да, это является жизнью. Я помню про какого-то известного человека, учитель его спрашивает, кем бы вы хотели стать? Он говорит, я бы хотел стать счастливым человеком. А учитель ему говорит, ты не понял вопрос? Он говорит, нет, это вы не поняли жизнь. ШУМ МАШИНСКОРОМ СПОКОРОМ ЭНИ ШУМ МАШИНСКОРОМ ШУМ МАШИНСКОРОМ чувствуешь себя что тебе скучно одиноко там вообще такого нету ощущения ты всегда ощущаешься среди очень активной насыщенной жизни и я думаю что она гораздо насыщеннее по каким-то делам и событиям и вовлеченности твоей нежели она вот у человека в обычной жизни это вот действительно так потому что это большая территория у нас и большое количество людей ну ты упоминал вот сегодня я кстати вот согласен тоже с этим городе мы пришли к тому что всем друг на друга пусть группа скажу да здесь мы живем в другой концепции что действительно ты вот как будто у тебя родственники вокруг вчера искали врача и сразу в рассылке выяснилось кто врач из ищут там художник как бы выясняется какие-то вот сущностные вещи да вот но они как-то вот проявляются прям и человек вот может ощутить что то что он умеет это оказывается нужно какой-то именно вот локальная только местность может проявить когда ты не можешь любой момент по щелчку пальца просто вызвать кого-то ну то есть тебе нужен человек нужны отношения с ним нельзя просто какой-то вот знаете сервис постоянно вызывать который решает все задачи тебе нужен живой человек который тебе поможет и это в сущности меняет форму поведения я сейчас учу общаться а ключевой вообще инструмент общения это интересоваться другими людьми и быть к ним внимательным в принципе это залог успеха вот не год какие-то тренинги игры слушать если вот это вот ну как бы на этом сосредоточиться то мы очень многие конфликты преодолеем потому что мы просто не внимательны и не знаем особенности потребностей от окружающих нас людей ну да свои мы знаем как бы а их не знаем это как вот владельцы собак им кажется что их собаки они абсолютно безопасны и добрые они же их у них хвостом виляют они их не кусают и у них есть ощущение что вот собака же у нас вот такая выясняется что с чужими она совсем другая ну то есть как бы вот такие вот элементарные истории да но они очень болезненные если не внимательным и другим вот интересно здесь дать большие пространство а близость людей чуть гораздо больше нет заборов и все пространство открытое было же первое время что и лошади ходили непривязанные собаки бегали везде где хотели вот это как надо вопрос решать вот если прикажешься хотим собаку завести не понимаем ко мне я вот объясню почему я не завожу собаку я не хочу ставить барьеры на возможности гостей на людей прийти к нам ну то есть как бы это очень важная история для меня это просто мне бы хотелось собаку абстрактную да но я боюсь что например дети которые к нам ходят могут быть там боятся или ну или вообще люди которые ну то есть как бы что это будет некий закрывающие жесты я поэтому воздерживаюсь от этого личного удовольствия как бы да ну вот наслаждаюсь кошкой и птицы и птицы что-то если говорить о саде это долгие очень долгий путь подбора воды деревьев которые здесь приживутся вот из года в год их защита подкормка обрезка то есть постоянно пацаны каких-то новых деревьев то есть вот поиск сортов которые будут вкусными то есть это долгий такой процесс в результате которого вот какие-то груши до слива вот это необыкновенно она уже отцвела и вот я просто приглашаю ты прошлом году не пробовал ее мы ее всегда она она одна дает урожай совершенно вот космический короче месяц мы едим эту сливу честно скажу что это самое вот самое мощное дерево ну и я бы не есть очень хорошие вот вы видите да не уже большие уже как бы они какой-то кризис прошли свой вот помогло то что вот в пруд ушла вода то есть идея была какая с этой стороны сад был загорожен рощи мы ее сохранили 100 и домом то есть вот вы обратили внимание что в монастырях очень хорошо сады растут и вот в деревнях которые лесом закрыты то есть вот саду нужна какая-то зона вот со всех сторон с той стороны мы попытались ту его и ветрозащитную полосу сделать то и медленно тут растут к сожалению но ветра северные очень жестокие но все-таки они подрастают идея такая что у сада есть со всех сторон защита то есть он находится внутри вот такой зоны защиты за счет этого он как-то вот более себя будет с каждым годом спокойнее увереннее здесь чувствовать а высота ну вот когда начали сажать сколько ты знаешь я сразу почти уже больше десяти лет назад я сразу начал сажать какие-то деревья погибали я подсаживал новые вот тут еще тут довольно много еще из деревьев и там есть вишни еще вот она там цветет это вишня она здесь плохо приживалась я нашел и такое место где она с домом акранирует дом ее защищает севера вот ну то есть это вот эта зона и знаете вот интересно это наверное многие другие тоже замечали хорошо себя чувствуют деревья в зоне нашего внимания вот я сейчас посадил сад там дальний я новый сад посадил еще 49 30 или 40 деревьев там я второй сад решил разбить такой олейный на будущее да да потому что знаете это поговорка что самое лучшее время для посадки дерева был 20 лет назад а второе самое лучшее сегодня я поэтому принципе пришел сегодня еще раз посадиться от но там нет вот этой защиты вот будем наблюдать как там деревья будут вот себя чувствовать вот без вот этой как бы опоры и нашего внимания там конечно такого нет как здесь здесь мы все время находимся видите это вот место где мы отдыхаем куда мы заходим и так далее и пруд он тоже дает возможность в жаркое время поливать здесь все плюс туда в него отстекает лишняя вода уходит вся и видимо это помогло тоже вот деревьям с корням не оказаться в воде у вас вообще получается южный уклон как бы да это это очень круто для нашей местности но мы этого ничего не знали да но этот уклон дает вот возможность вот так пруду наполнится да вот здесь небольшие вот но мы не так много этого съедаем поэтому мы решили пусть лучше будет столько сколько нам как бы ну достаточно нам вот этого достаточно вполне того что здесь есть вы какой-то измельчитель у вас что это да 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 у нас есть измельчитель мы же превращать вот такую мульчу то дерево которое уже упала и там да как-то из него что вместо чтобы выбрасывать или сжигать вот появляется такая классная штука здесь видите тоже такие птицы они тоже так символичные я бы сказал да но интересно в этом году очень такая погода неплохая подсветение вот ждем надеемся и хорошие урожай да я как-то больше сад своим вот желанием любовью его то есть не то что я прям разбирался как это делать но я все время все время все время вот вокруг него его как-то живут о нем как-то всегда вот переживаю думаю нахожусь в нем часто а у вас лесной зоны ну такой как бы большой это у нас нету да то есть у вас рощи дорожится да и мы ее берегли каждый ну то есть она ценная потому что она как раз это единственная естественная тень на участке сейчас у вас уже деревья подрастают у вас уже много будет тени ну да сейчас вот эти лиственницы вяза нам уже есть уже где-то на скамеечке посидеть ну вот это основная как бы территория ну там еще есть куда развиваться там поляна то а с огородом как опытом можешь поделиться но огород у нас он небольшой мы все-таки как бы как сказать выращиваем то что так вот то что не требует мы делали теплицу в прошлом году для нас это просто до теплица у нас ну такая довольно оказалось успешно огород вот здесь есть там какое-то количество грядок штук восемь на них растет просто там клубника лук ну как бы вот морковь свекла там немножко картошечки на просто что-то свое было к сезону ну вот а так мы тут это главная постройка на участке это первое самое важно первое ну вот он довольно стильный ну да 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 я кстати интуитивно такой же сделал и вот много растений особенно декоративных куплен у наших соседей у которых да все почти по лесе кстати надела в общем короче у нас ну конечно да то есть много всего такого что вот сейчас в планах у меня виноград у меня вот ханины убедили все авторские скворечники василия шахмат а слушать а вот это птичий базар видите он на деревьях можем подойти до его снять и в баню пойти потом там ласки на гнездо еще есть у нас тут ласки живут в сарай облюбовали себе место и каждый год туда возвращается уже был фильм про илью стиренко и это вот его и вы да мы все-таки вот последователи местные локальной экономики на простит меня как это автор я уже рассказывал да там в предыдущих видео о том что у нас в этом сезоне три спонсора которым очень благодарны за поддержку и вот одним из спонсоров выступил доброй земля как раз лице константина липатова нас поддержал вот мы приглашаем всех вас на фестиваль который у нас пройдет в начале июля это ежегодный фестиваль такое большое мероприятие которое у нас 10 лет проходит там будет в этом году совершенно феноменальная на мой взгляд музыкальная программа там будет множество семинаров лекций мастер-классов там будут интересные люди там будет очень весело приезжайте на фестиваль еще не успела соседа порекламировать верно хватит ну а я этим горжусь а что василь васильевич вырезал винный богатырь я еще вам хотел показать вот технические потом строение они тоже имеют свой да да это вопрос еще остается это хоз двор фактически здесь такая эстетичная лестница но ее никто не видит это просто для веры чтобы ей было приятно значит для женщины что-то должно быть такое да вот конечно я венеру порадовать это моя красивая тайная лестница есть на свою комнату для медитации я туда хожу чтобы вам быть в покое но отсюда очень такой вид целостный вот надо горку прополоть совсем хорошо да зимой я здесь заворачиваюсь во всякие пледики вообще это верю на место я моя линия поэтому я внизу она сверху внизу костины книги отсюда видно нашу теплицу это вот последние наши достижения но мы до нее дойдем еще я думаю да взаимно не ну как только мы здесь оказались сразу появилась теплица что-то она требует каждодневного присутствия да потом вот еще видно что мы начали копать ручей наш друг и сосед александр соболев у себя такой потрясающий ручей да мы готовим новый проект вот так он пойдет его будет циркулировать вода из пруда не вот из горки будет вода стекать вот туда и насосом закачивать на горку и потом она просто пруду очень хорошо чтобы циркуляция была и как бы тут несколько задач решается ну давай текущая вода у вас будет он еще там в процессе конечно но уже видно да мы посмотрели конечно такой возможно для творчества каждый год какие-то рождаются идеи новые ты как бы находишься в своем пространстве для меня это еще такой центр слева ну как смотреть если смотришь на рассвет то справа есть храм а слева есть добрая земля я как бы вот между ними нахожусь это мне очень местоположение нравится я иду туда или туда на свое место деятельности примерно одинаковых видно как каждый день едет желтый школьный автобус вот такая какая-то радость и романтика честно что ребенок наш выходит самый младший ребенок девочка выходит из дома идет по этим улице встречается с другими детьми садится вот в этот школьный автобус ну то есть в этом что-то такое есть вот знаете ну я не знаю что-то такое на стану душевная я бы сказал в этом какая-то есть романтика и я как-то со временем только понял что она вот сельская школа она в общем характеристики что и городская только она меньше поэтому в ней больше шансов на то что чуть более индивидуальный подход но но как бы школа это вообще с образованием это вообще большой вопрос потому что мы сейчас на доброй земле вообще совсем другую концепцию пытаемся запустить и реализовать в плане образования детей я бы сказал так то чему не учат в школе я вот этим а в школе не учат отношениям не учат общению хотя школа это важнейший социализирующий институт да не воспитывают школа перестала воспитывать не учат мыслить может быть до больше заточенность на тесты нас наша учеба была ориентирована и наша школа была ориентирована на самостоятельное мышление человека вот мышление вот это то что я называю логика весёлые задачи вот это и третье что тоже очень важное это чтение то есть это восприятие информации сейчас большинство людей просто не читают ведь дети я говорю какой как успешно изучать русский язык литературы вы просто читайте произведение которое вы проходите вы будете уникальный в классе вы будете один кто это два у вас будет кто читает то что вы проходите если просто что вы прочтете произведение, которое у нас дети, ну, наши, они очень успешно сдали ЕГЭ, и я тогда решил, что, наверное, мы, ну, там, золотую медаль получил, мальчик Степа, там, Ваня по 96 сдал три экзамена, и мы поняли, я подумал, наверное, мы что-то, что-то мы смогли, что же мы делали с ними такого, что прям, впрямую, не занимаясь учебой, она косвенно решила, ну, то есть, как бы, учебная часть решилась заодно вот с жизнью. Я стал вот об этом думать и выработал вот такую, как бы, программу, это умение общаться, вообще, участливое отношение к людям, ну, отзывчивое отношение, да, внимательное, то есть, вот это умение читать, то есть, умение с информацией работать, и третье, это, конечно, умение мыслить, и вот эти три, и воспитание, да, какие-то нравственные законы, вот эти все вместе, все это дает, должно давать в идеале умение человека адаптироваться к изменениям, вот, которые происходят в мире очень быстро. Например, в 90-х годах советские люди не были адаптированы, советская школа не учила, она учила, затачивала на что-то такое вот на века одинаковое, и когда мир в один миг изменился, то очень много людей, очень способных, оказались, вот, а сейчас третья цифровая там революция то же самое сделает, то есть, люди оказываются не готовы, как бы, себя как-то осознать и реализовать в мире. И очень хорошо, когда ты знаешь, кто ты. Вообще, я знаю очень успешных людей, которые до школы не закончили, тем не менее, они стали очень успешными, потому что нашли себя, раскрыли. И мы знаем людей с высшим образованием, которые, ну, или там, с прекрасными результатами, которые вот как-то не смогли, не смогли, да, потому что этому никогда не учили. Никогда не учили этим важнейшим навыкам. Это отношения, оно изначально это общение, умение общаться, а в следующем разрезе это семейные отношения, они вытекают к старшему возрасту, да, из общения. То есть, как бы, если ты умеешь хорошо общаться, то, скорее всего, у тебя уже будет некий ресурс для того, чтобы в семье уметь разрешать эти ситуации, когда у тебя эта семья создастся. Но я не говорю сейчас о каких-то таких острых проблемах, связанных с потерей какого-то, может быть, стыда, да, и какими-то такими поведенческими моделями, которые закладывает кинематограф, да, когда вот сбивают просто, сбивают компас у ребенка. Вот еще растет, например, человек, и ему стыдно что-то, да, и у него есть естественный стыд, и через некоторое время вдруг он теряет это, и оказывается, что общество, окружающее его, оно одобряет там, ну, например, очень короткие шорты там у девочек или еще что-то, да, то есть какие-то моменты, которые вроде бы в этом и нет ничего плохого, но тем не менее мы с душевного на телесное, как бы, да, опускаемся. Ну, и как бы в этом смысле, вот, очень важно, да, в каком-то возрасте пытаться хотя бы это объяснить. Хотя сейчас дети мне говорят, а в интернете, у меня ребенок такой аргумент приводит, а в интернете я смотрел, а там вот не так, как ты говоришь, и, скорее всего, там в интернете правильно. Ну вот, но я все же думаю, что наш вот опыт, ну, семейный, да, долгий уже 22-летний опыт и взрослые дети с очень хорошими образовательными результатами, но мы не занимались их образованием. В том числе они много времени проводили вот в нашей атмосфере, ходили в походы с нашей командой Доброй Земли, участвовали в лагерях, участвовали в фестивалях, просто жили здесь. Здесь есть очень хорошая дружба, вот, мне кажется, здесь нам удалось такое хорошее общение детям создать, и дети даже вот из деревень местных участвуют в молодежной команде, то есть вот мы знаем, что везде есть дети, у которых есть потребность в хорошем общении, и они притягиваются, у них есть, у них есть точка, вот, где они могут собраться. И это как бы очень большой результат вот того, что вот происходит в поселениях. А в любом наладном? Ну, в любом наладном, я считаю, это как бы, это, это лучшая образовательная практика, то есть, да, это вот, ну... Что там, уже мест нет? Ну, все мечтают туда попасть. Да, в разгар прошлого года, когда 50 человек собиралось там на площадке, было, конечно, радостно. Было радостно это видеть. Потом купаться все шили. Я, кстати, вот все подумал, можно как-то уже сходить в этом году. Мы обязательно, наша команда, пора, пора, нам собирать надо, вот, ну, давай, да, собирать. Наша-то тройка основная уже готова, надо вот нам еще несколько. О, молод старт. А Кирилл за нас же, Кирилл и я. Это моя команда. Подготовимся, Кость, еще, потому что у меня сейчас сядет камера. Я что-то на третьих съемках превратился в оператора тоже. Неожиданно. Не знаю, как так получилось. Картошка. Костя, вижу футбольное поле и только его. Можешь рассказать нам про вот это вот великолепие? Вообще вот это все зона приема друзей и детей и так далее. Мы все лето и в теплое время года во второй половине дня почти каждый день здесь собираемся. Я занимаюсь с детьми футболом, бадминтоном. Они просто сами играют. То есть у нас есть такая возможность довольно часто собираться, принимать детей. Это вообще очень неактуальная история, потому что потом очень много друзей, Миша, они же вырастают. Сейчас у меня есть там молодежь, которые там по 18-20 лет и мы где-то в инстаграме, вот я с ними дружу. И ну как бы у них есть ощущение, что это какой-то вот их родственник. В общем, ну вот это интересно. То есть как бы вокруг нас выросли дети. Вот сейчас новое поколение растет. А это, ну просто я тут такой небольшой сад камней, я где-то увидел и у меня очень много камней на участке. Я думаю, что с ними делать? И вот решил так. Сейчас одуванчики отцветут, буду все это обкашивать. А пока я вот это очень люблю, майское цветение одуванчиков. Мне жалко их все убирать. Ну да, на них, кстати, пчелы летают обычно. Я их отчасти кашу, отчасти оставляю какое-то время. Ну вот, ну футбольное поле это отличная совершенно история, потому что хочется побегать. Если вообще вы владеете футболом, то вам вообще просто приятно в какую-то часть дня вот так вот выйти. И в общем, ну, поиграть. Можно, кстати, вот здесь на валу где-то 150 курильского чая цветущего, а здесь где-то 100 боярышников. То есть просто это все не очень быстро растет, но будет тоже такая вот обрамляющая красивая зона. Вот, а тут небольшая аллея была задумана, как бы она идет, визуальная аллея. Мы же липатовые, тут липовая аллея. Она как бы от дома вот так визуально идет вот туда. Ну и мне вообще приятно всегда, знаешь, когда мячи здесь, я всегда пройду так раз-раз там, хоп-хоп. И как-то уже чувствуешь себя моложе. Раз-два, три-четыре. Вот она, теплица, ну то, что ничего такого. Вот, опять же, вот эта северная ветрозащитная туевая линия. Ее, кстати, надо открыть. Автоматика, да, тут? Ага. Да, но все же лучше. А где, кстати, вот она интересная? А они в ручках. Вот внутри там жидкость, она разогревается. Но все равно этого недостаточно в жаркие, такие жаркие дни. Вот можно за пружиной как бы посмотреть. То есть это гидравлический такой упор, который при нагревании, вот, он начинает открывать форточки. Ну, по крайней мере, немножко, немножко это спасает. И снизу такие тоже вон. Ну, если тебя нет, или ты забыл, да, там. Да, оно хоть не сварится здесь. Да. Ну, тут огурцы, помидоры, перцы, разного рода салаты. В общем, короче, все разное. Хорошо себя здесь чувствует. Мячик попинал, что лучку сорвал, да? Ну, короче, урожайку-то есть. Салатик. Теплет всегда радует. Ароматами. Ну, вы, кстати, да, оттеплите у вас из-за цинковки, по-моему, полностью. Это здорово, да. Да. Ну, доброе хозяйство. Тут лиственница, конечно, красавица. А у вас площадь участка какая? Где-то полтора гектара. Полтора, да? Там еще есть неосвоенная часть, поляна красивая. Красивая. Мы там хотим качели поставить. Как-то мы задержались с качелями. Вот, ну, в футбольное поле, ты говоришь, что можно было бы еще получше сделать. Какой-то уклон все-таки остался? Да, его сразу надо ровнять. Вообще неровности, вот смотри, для футбольного поля неровности это плохо. Ага. Дело в том, чтобы, ну, просто вот... Все-таки в ворота надо попасть, да? Ну, надо попасть. Закрытие. Чтобы у вас остался кадр, где мяч вылетает в ворот. Нельзя же все время, что он мимо. Этот потяжелее? Все не идут, просто мячи ты, Саш. Не, ну, давай закроем. А где я и все мячи не идут? Мячи перелетит. И в ворота попадет, не волнуйся. Нет, ты вставил сюда вот, посерединке. Тебе так интереснее просто будет. О как. Ну, тут как бы легковато. Ну, примерно 10 мячей в году уничтожаем, ребята. Ну, все, тему закрыли. Да, да, нормально. Ну, что, хозпостройки? Ну, да, хозпостройки, да. Они у вас такие, хозпостройки-жилье для молодежи. Как всегда у нас, как же, да. Я все что-то пытался понять, что это у вас такое. Это там будет маленькая тепличка. Вот такая двера хочет для каких-то там огурцов, арбузов. Ага. Вот видишь, вот такая вера, пару теплиц таких купил. Ага. Она хочет расширить тепличное хозяйство. Ну, а у нас там все это очень актуально. Просто такие прикольные. Ты их открыл, закрыл, видишь? Да, вот такая теплица будет. Здесь есть вот зона хранения. Вот тут ласточки, видите, у нас живут постоянно. Мы не можем их... Мы же птицы пригласили. Ну, конечно, да. Здесь больше как бы для хранения вот таких вещей, как вот, ну, мед там, банки всякие. Ну, какие-то закрутки. Ну, лук, картошка, вот капуста здесь, конечно, хранить нельзя. Это уже проверено. Температурный режим, влажность, да. Погреб, конечно, выигрышный. Ну, вот для чисто таких технических вещей, вот, зерно. Ну, знаешь, если бы вы собрались, например, хранить батат, насколько я помню, как раз вот родители Саши рассказывали, что для батата нужно именно вот, чтобы было не холодно, чтобы было сухо. Вот здесь надо будет идеально. Вот цветочный якимов 2020 год. Это просто хорошо утепленное, да, как помещение. Да, да, да. Ну, то есть ты здесь можешь... Ну, вы отопление какое-то сюда, чтобы не вымерзало. Есть маленькое, вот, видишь, отопление. А, вот такой планчик, да? Анти-мороз. Ага. Просто чтобы не замерзло зимой чуть-чуть. Здесь хорошо хранить все банки, потому что зимой это, по сути, может быть, как холодильник, да, с 5 градусов. Вот это наши помидоры. Помидор 2020 год. Очень вкусный, знаете. А кабачковая икра, ну, это вообще наша, как бы. Вот. Ну, то есть, короче, все уже свое есть. Это с прошлого года хранится. Вот брусника. Ну, а что у вас чесночок лежит с прошлого года? Клубник, а, брусник. Ну, надо брать брусник, чего тут ждать-то ее надо съедать. Ну, вот сейчас заодно ее... Ну, это такое вот место хранения всяких технологических вещей. Ну, летом здесь прохладно, да, зимой, соответственно. Ну, наверх интересно подняться. Еще там такое... Там такое живое пространство. Ну, видишь, учитывая нашу влажность, мы пошли по пути таких железных лестниц. Это тоже, по-моему, для птичек. Это кормушка, наверное. А, нет, это прям такой... Ну, это кормушка, в которую можно залететь. Короче, тут продолжается история про птиц. Тут, как бы, все, понимаете, придумалось по ходу, потому что это просто вот эта штучка появилась, и надо было как-то ее обыграть. Ну, здесь как гостиная, получается. Это нет, это здесь девочки живут. А тут вот спальня. Да, там они приглашают, а тут они... Ага. Ну, ты что-то наденает. А у вас сейчас только Вика здесь, да? Да, да, ну вот Надя приедет. Ну, то есть они, конечно, тут все стилизовано. Вот здесь, кстати, смотрю, не так жарко и душно. Видишь, утренний солнце сюда не попадает, а дневной домом закрыто. Ага. Ну, вот. А здесь они вот просто играют. Это очень удобно, потому что мы уже стали старше, и нас напрягает шум по вечерам. Понятно, куда всех отправить, да? О, какие-то семечки тут валяются. Ну, это вот... Ты когда все рассказал, вот здесь птичья история продолжается. Я сразу увидел, да. Ну, как бы и любишь птиц, имей некоторое смирение перед их. Вот, вот такое пространство, да. Ну, когда много детей, а у нас их семь, все это востребовано. К ним же приезжают друзья, и как бы... Вот. Хочется спросить такой очень общий, но очень важный вопрос, касающийся сообщества и поселения. Вот, ну, как тебе кажется, если бы опять же наша история начиналась заново, касаемо родного или там нашего всего содружества? Что, как тебе кажется, можно было бы сделать лучше для того, чтобы... То есть мы все, конечно, понимаем, как те, кто стоял у истоков доброй земли, понимаем важность, да, общих дел, вот, улучшения качества нашей жизни. Ну, вот что, как тебе кажется, можно было сделать по-другому, чтобы получилось лучше? Ну, первое, наверное, главное, чтобы я, что бы, ну, у меня не было такого, я был, ну, молодым человеком, двадцати, там, шести-семилетним, ну, и ты тоже там. Да, да, я такой же, да. И как бы, когда это все мы начинали, и у нас было много энергии, но было мало такого стратегического видения, ну, что ли, жизни, да, что жизнь, она все равно строится по определенным законам. И есть дети, есть разные этапы в жизни каждого человека. Я просто имел много сомнений. И мне нужно было опираться на кого-то, и очень много времени ушло на то, чтобы понять, что лично я думаю, что лично я хочу, к чему лично я стремлюсь, вот. И это время, конечно, но, ну, как бы за это время была возможность сделать гораздо больше в социальном смысле. И мы просто стояли и ждали, что, может, кто-то старший сделает, или кто-то более умный сделает, вот. И сомневались, что мы понимаем, как делать, и боялись критики. Как-то, ну, много сомнений было. И вот сейчас у меня нет этих сомнений, как-то. Ну, просто есть понимание, что у любого действия есть последствия. И я бы действовал решительнее и быстрее. Не сомневался бы в том, что надо как-то доверяться высшим силе. Вот. Ну, и потом, какие цели вообще вот? Главная цель для нас, наверное, это создать место, ну, что ли, правды или каких-то честных, каких-то нормальных отношений человеческих, в которых, ну, любой человек тебе не чужой. 15 или 12 лет назад вы еще не приехали. Горела ладная. И там горела трава. Не знаю, помнишь ты это или нет, вы еще были младше. И вот мы пришли. И мы там делали насыпь. Ладно, выгорела трава с той стороны. И там, где у Кутузовых, мы делали насыпь, закрывали все это. И еще вот дети уже, которые сейчас взрослые, какой-то был маленький ребенок. Он говорит, в конце всего этого, когда мы все это сделали, ну, там все уже были рады, такой вот. И вдруг вот ребенок говорит. И мы с зря разговаривали с одним ребенком. И он говорит, ну, мы ведь сюда вот специально приехали, чтобы быть не чужими. И как-то я вот это вот, мне как-то это запало. Вот. Мы не чужие здесь вот друг в друг. И это очень важно. И вот в этом смысле мы пытаемся что-то делать. На Доброй земле мы тоже пытаемся ее строить, как такое многофункциональное. Какая-то многофункциональности, она, конечно, убивает ну, какой-то уникальный проект. То есть он, получается, так как он для всего-то. Вот сейчас мы стулья составили, тут же их убрали там, да. Для балета нужно это, для концерта нужно это. Но вот эта вот многоплановость, она позволяет разным людям прийти там и делать что-то то, что им как бы больше подходит. И смысл вообще Доброй земли в том, чтобы дать, стать ресурсным центром, дать возможность разному проявиться вот здесь. Но в рамках наших культурных ценностей. То есть это без алкоголя, без мата, без грубости, без грязи, да. Вот с какой-то определенной все-таки энергией. Но в целом дать возможность проявиться разному. И в этом смысле инфраструктура это лишь... Ну, то есть можно построить огромный дом. Я видел массу вот таких проектов, когда вкладывались миллионы долларов. То есть губернаторы и строили какие-то фантастические школы. Если интересно, я вам пришлю, эти сюжеты. И в итоге там живет три человека. Здание это пустое. В школе восемь учеников. И ты как бы понимаешь, что здание это на втором месте. Когда мне говорят, нам не хватает этого, нам не хватает того. Скорее всего не хватает чего-то другого. А я вот сейчас спаду. Нам не хватает вот просто внимания к другим людям. Если у нас с этим что-то сдвинется, то как бы я думаю, что все остальное мы найдем. Где там? Идем. Ну, Добрая Земля это проект. А там кому какая музыка нравится. Ну, конечно, мы стараемся... Вот фестиваль у нас это вообще большое событие. Ну, просто так получилось, что в то время, когда Толя руководил фестивалем, я был счастливым гостем фестиваля. Я просто приходил, наслаждался этим проектом. И каждый раз, когда фестиваль был под угрозой закрытия, мне что-то как-то вот не хотелось, чтобы его не было. Вот. И мы сохранили его как такой во многом благотворительный проект. Даже музыканты знают, они всегда спрашивают, за счет чего вы как бы... Ну... Где без кредита? Да, сводите. Потому что фестиваль это всегда убыточная история. Музыканты дорогие, очень особенно звезды. И у нас очень много бесплатных билетов. Все местные жители вход бесплатный. Ярмарка, свободный вход только там десятина по сердцу. То есть человек сам. То есть мы не следим за тем, сколько он продал. Это его совесть подсказывает. И дети все бесплатные до 16 лет. Вообще все дети бесплатные. То есть есть возможность приехать на события, в котором будут... Ну, мы сейчас... Савьян вот прямо сейчас вошел в жюри российской премии фолк и инструментальных таких народных различных ансамблей. Да, и у нас кто-то будет интересного. Харелин там произел. Может быть, Изумрук. Ну, то есть будут очень интересные команды, которые в этой истории... И музыкальный фестиваль очень красивый, ремесленный он очень красивый, природно красивый, хороводно красивый. Там и потрясающие товары туда приезжают. И девушки очень красивые на фестивале, так они подеваются в эти платья. То есть у фестиваля много-много граней. И в целом это такой атмосферный праздник, который, ну, задает тон потом на весь год. И то есть каждый раз много тоже сомнений. Вот и в команде очень многие люди высказывают сомнения. Я всегда с большим количеством сомнений боюсь. То есть очень много сомнений. Но мне кажется, что действие, вообще начать действовать, это основа любого успеха. То есть нам надо действовать. Обязательно у него как бы идти, 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 идти. И вот фестиваль – это такое действие. Вообще мы надеемся делать праздник для нашего места. То есть чтобы он был хорош для нашего места. Для меня было удивительно, что были много людей здесь, которым это казалось таким сложным и понятным событием. Но молодежь, она однозначно, ну, как бы, голосует за. А в прошлом фестивале был такой интересный момент, когда я захожу в соцсети, а один наш известный житель деревни пишет. Если долго жить в одной деревне, то туда рано или поздно приедет твоя любимая группа – Калинах мост. Но это же, кстати, и Марина, и жена, как бы отметила, что она всего ожидала, но не любимую группу, как бы у себя, да, дома. Вот. И в этом году он снова будет на фестивале 4 июля. Вот. И мы просим такую казачью программу, мы просим, чтобы Митя такой сыграл, что-то, да. Здорово, когда он играл. У нас как давно, я думаю, не был. То есть это было очень так для нас приятно. Но главное, что я хочу сказать, что все-таки, если долго жить не в одной деревне, а вот в такой, как у нас. Потому что если бы эта деревня здесь была без наших поселений, никакого Калинах моста и ничего подобного здесь бы никогда не произошло, как не произойдет во многих-многих деревнях. Потому что это живое место, в котором живет очень много людей, которые живут здесь по своему выбору. Они хотят здесь жить, они сделали такой выбор. Это история про выбор. Очень тяжело жить, когда кто-то за тебя выбрал, это не ты выбрал. Это мы можем видеть по детям, которых сюда, например, привезли, а они не хотели. Так как это не их выбор, соответственно, это обратный эффект имеет. А вот то, что это был наш выбор, мы своим детям, кстати, полный свободный выбор предоставили в этом смысле. Мы им сказали, хотите с нами здесь жить, пожалуйста, в заводном, они уже большие, но все равно. А хотите и в Москве, пожалуйста, ну ваш выбор, конечно. Сделайте выбор. У нас есть дети, которые очень любят здесь, дочки, и есть дети, которые больше любят там. Ну, их много семьи, поэтому, да, 4-3. 4-3 в пользу города, не знаю, может, там, может, тяжелее. 4-3 в пользу родного. Вот, поэтому это время. И посмотрим еще, что они скажут, когда им будет по 30-35 лет. Сейчас-то им по 20. Да, посмотрим, что они скажут, когда они детей своих заведут. Я думаю, что там будет 7-0. Да. Сразу. Тут как бы спальные места и понадобятся. Естественно. Вот, поэтому вот Добрая Земля – это проект. А инфраструктура – это просто то, что нам хватает сил, ресурсов, не залезая ни в какие долги, постепенно создавать. То есть, наш был принцип не связываться ни с какими, вот, не закабалять себя никакими бурным ростом, там, ну, ты знаешь, сейчас возьми в долг и все сделай. Но мы решили идти по этому пути. И такое же у меня отношение ко всем грантам. Это какая-то халява. То есть, вот, мне не нравится история про то, что даром, всем уж даром достается. Я, кстати, вот покритикую немножко. Мне очень нравилось, когда я читал книги наши любимые, да, вот. Вот, и мне очень нравился там сюжет, как один вот миллионер в Америке скупил кучу земли и всем ее подарил. И мне прям этот сюжет просто на сердце ложился, мне, прям, хотелось быть таким вот человеком. А Вера мне всегда говорила, ты знаешь, а вот эти люди ведь, ну, они же не смогут ценить вот это все, потому что… И у меня был прекрасный опыт это проверить. Когда мы создавали поселение Доброе, я нескольким близким нам людям, ну, вот, практически, ну, подарил первые участки. Ну, как бы, это были близкие люди, которые вроде бы хотели к нам присоединиться. И вы знаете, ни один из людей, который не купил участок за нормальные деньги, так и не приехал вообще сюда. Некоторые даже не доехали ни разу просто вообще. Я тогда сказал себе, да, этот миллионер, конечно, подарил бы землю, но, боюсь, процент заселившихся из этих семей у него был бы крайний-крайний. Именно человек, который делает этот выбор, он находит возможность, как находят бабушки наши соседи, возможность жить здесь и трудиться, да, и создавать свой дом. Ну, мы тут видим массу наших любимых. Я, кстати, вот, очень люблю наших бабушек и считаю одним из достижений дедушек тоже. Ну, дедушек-то просто нам самим придется ими стать, ибо дедушек крайне малым. То есть, нам придется, как бы, с вами дожить и стать нормальным дедушкой. Вот, если мы снимем через лет сорок еще один сюжет. Чем это все, ну, как бы, ну, не кончилось, но, как бы, вот, да. Да, это будет очень интересно. Так вот, я хотел сказать, что наши бабушки, это возможность, вот, есть люди, которые такие бабушки всего мира. Они обо всех заботятся здесь, приносят вкусное, помогают нам, даже сдают деньги, которые я пытаюсь у них не брать. Но, тем не менее, они очень хотят, чтобы электричество на доброй земле оплатить им очень хочется. Есть у нас такие бабушки-соседки, да. Вот, и прямо я не знаю, что с ними делать. У них как-то сил побольше, чем у всей молодежи. Вот я как-то на них смотрю, да. Вот, и эти бабушки, они, может быть, как не реализовалась их жизнь личная, то есть у них не получилось много внуков или еще что-то, и они здесь смогли найти, вот, есть и другие бабушки, как бы, сварливые. Они сейчас не будем, как бы, но все-таки, вот, есть такая возможность, удивительная, да, и для людей пожилого поколения найти здесь себе близких людей рядом. И, как бы, ты можешь просто прийти, идя по улице, бабушка это может зайти. Ну, короче, закончу я эту мысль, не стоит всего без праведника. Похоже, то, что мы стоим, есть у нас какие-то люди, которые только мы потом поймем, где кто они будет. Давай, может быть, конкретнее озвучим. Я уже говорил зрителям, что я вот, например, собираюсь на фестивале провести встречу для представителей поселений. Потому что у нас свои вопросы возникают, свои темы для обсуждения. Мы бы хотели этому направлению делить отдельное внимание. У нас была такая традиция на фестивалях, она уже достаточно давняя, и в этом возобновим после прошлого года, когда у нас не получилось, да, после коронавируса, и будем продолжать ее. И вот у нас же будут особые условия для представителей поселений. Отзвучь, пожалуйста. Ну, мы вообще предлагаем по два человека бесплатный вход, естественно, для их детей тоже. И плюс для людей, которые действительно могут приехать в качестве, там, ну, на ярмарку, тоже они могут в один. То есть кто-то может приехать как ярмарочники, привезти свои товары, привезти свои истории, да, рассказать о своем поселении. То есть это такой форум, куда можно будет приехать как бы вот с историей о себе, и это будет интересно. Это может быть на поляне, это может быть постоянно как стенд стоять, поселение. И это очень хорошая история. Вот у нас и молодежь, ведь приезжает у нас во время фестиваля будет и молодежный слет. Поэтому, возможно, и некоторым родителям будет интересно посмотреть вот на, как себе, кто не видел из поселения родители, не видели своих детей. Поэтому вот мы какие-то спецусловия предложим. И плюс вот молодежный слет, это тоже такая история, которая собирает детей со всех поселений. Наш курирует один из таких творцов Доброй земли, Дима Соловьер. Он курирует этот молодежный проект, он его ведет. И особенность этого проекта, что там молодежь, да, это настоящий педагог-новатор. Мне это очень нравится. Там молодежь очень много сама решает и делает в этом проекте. И она удивительно осознанная, удивительно адекватная. И вот просто у них будет молодежное кафе на фестивале, и они будут им фактически заниматься как бы самостоятельно. Вот это такая зона отдыха с видом на сцену, где продается все то, что нет в большом кафе. То есть это какие-то соки, фрукты, вкусные напитки, чай, кофе, сладости, полезные, конечно, сладости, очень полезное мороженое. Ну, то есть все самое такое вот ходовое во время концерта, в вечерней части, это их работа на фестивале, и они как бы еще как волонтеры, по сказать. Ну и в это же время у них слет, мы для молодежи организуем тренинги. И для них организуем программу по отношениям, семейным обязательно будем, не только взрослых, но и молодежи. С ней обсуждать будем с ребятами те трудности и проблемы, которые перед ними будут сейчас вставать, у них взросление. Фестиваль вообще он очень много несет полезной информации по экологии, по отношению, по духовному развитию, по жизни на земле. Он вообще природный такой фестиваль. И мы принципиально ведь отличаемся от моих фестивалей чем? Двумя вещами. Во-первых, мы здесь живем, то есть это бережность, нам очень важно, чтобы люди, которые приезжают, они как бы ценили, что это место жизни, а не место тусовки. А второе, это то, что он чистый фестиваль. Вы можете с маленькими детьми приехать и быть спокойны, что с ними будут заниматься. Вот Олег будет делать там программу краеведения, это наш педагог. Другие будут создать программы сказка, там сказка-терапия, ну и очень много интересного. Батуты, циркачи, фокусники, то есть для детей очень большой придумал интерактив. Лапта. Ну и в общем там будет интересно детям. Вот мне хочется, чтобы фестиваль был таким же многолюдным, как в те замечательные годы, когда хоровод заполнял все. Да, было такое время, да, я думаю, что по-своему в любом случае будет хорошо. Ну, мне кажется, наши люди теперь выросли, родили детей, и вот они уже ссоединились. Ну да, да. Наши гости и наши жители все, да? Да, да. Ну не рассказали про раздельность бомбушек? Да, мы реализовали раздельность бомбушек. Это вот такая маленькая история, которая маленький шаг не к человечеству, а огромный шаг не к человеку. Ну можно рассказать, может, как бы, тут не обязательно хронологически. Благодаря тому, что садись в лесу, она будет угрожать просто. Раздельный сбор мусора мы сделали очень просто. Мы только нашли одного единственного переработчика в регионе, этот замечательный человек, забирает бесплатно весь мусор, который мы собираем на Доброй Земле. Таким образом мы смогли разделить весь пластик, металл, стекло, конечно, которое наши же соседи помогают вывозить централизованно. Вот, и на Доброй Земле построили на бетонном основании очень чистую, очень аккуратную станцию для сбора, и она служит для всех людей. Туда очень доступный вход, там один взнос на всю жизнь. То есть надо внести там пару тысяч взносов, и это на всю оставшуюся жизнь. А эти деньги идут на улучшение просто, что-то достроить, какие-то ящики сделать, еще что-то. Вот, это оказалось очень просто с того момента, как оказался рядом один человек во всем районе, который занимается переработкой. Но это нашу жизнь изменило, потому что в магазине теперь я смотрю, если этот товар не перерабатываем, я стараюсь его не покупать. Ну, то есть как бы ты на упаковку уже смотришь по-другому. Безумие упаковки очевидно, и если что-то можно, то есть мне пакет не надо, у нас с собой свои завозки. А насчет упаковки, то просто смотришь по-другому, это мы не перерабатываем. Какие-то, мне кажется, семерки не перерабатываем, или еще что-то. Нет, семерки, четверки. Да, ой, это не надо, семерки, четверки, так нет. Ну, то есть как бы уже какое-то появилось новое. Долго мне приходилось, я вот как-то не хотел мой ум, не хотел переворачивать, енуть пластиковый. Но еще 20 лет назад просто этого ничего не было, так что это новое не было. Никаких йогуртов и в помине не было, мы прекрасно себя чувствовали на простом кефире. Ну, пусть Верочка вот закончит наш эфир. Я еще не рассказала про продукцию нашего соседа. Наш сосед лежа, Ряб, делает прекрасное масло холодного отжима. И мы теперь ходим с бутылками за маслом, потом просто не возвращаем. Да, и я к этому можно добавлю. На сайте Добрая Земля.ру вы можете в разделе «Товары с горячей» найти все товары, которые здесь находятся. Ибо Добрая Земля абсолютно без вас знают. На своем сайте сделал такой портал, на который все наши друзья, особенно жители, которые живут здесь, могут разместить информацию о своих товарах, о своих услугах. И наша цель просто сделать для наших жителей быстрой и доступной возможность находить местные товары, которые мы сами любим и пользуемся, и их рекомендуем. У нас есть такие разделы, там жителям и гостям. Жители могут видеть там расписание, кружки. И вот в том числе мастеров и товары, которых мы рекомендуем, проверенные, прекрасные товары. Есть магазин здесь замечательный, который работает на выезде из поселения. Но при этом с сайта вы сразу можете пойти к ним в группу и заказать напрямую все товары. То есть мы ничего не заказываем, ничего не продаем, но мы такое место связи, куда люди попадают и могут воспользоваться этой информацией. Так что добро пожаловать на сайт Добрый Земля.ру обновленный. Там очень красиво. Потрясающая тема, это банк семян. Когда-то эту идею выдвинул Сашу Малышенко в повесье. И он говорил, что нет ничего лучше, чем иметь свой запас здоровых и редких семян растений. Есть люди, которые успешно это реализовывают. И наличие таких возможностей, это, конечно, уникально в современном. То есть ты можешь какие-то сорта и растения, которые здесь уже не сохранены. И во вход в Монсанте, как сказать. Оставить Монсанте не уйдем. Я думаю, что это большая история. Да, это вообще потрясающе. Потому что у нас есть такие соседи. Тут проявляется какая-то индивидуальность. Тут есть изобретатель велосипедов. Я вчера его встретил. Уникальный диагон. Кто-то уникальными растениями занимается тоже. То есть человек находит какое-то свое уникальность, свое звучание. Но, наверное, человек везде надо это найти. Ну, друзья, спасибо. Спасибо вам. Вам спасибо. Спасибо, да. За теплый прием. За то, что поделились. Рассказали. Вот вере огромное буду давать. Дай Бог вам развития, процветания. Здоровья, да. Детей. Чтобы у детей было все хорошо. И еще детей. И хороший сюжет сделать. Здоровья, да. Детей. Здоровья, да. Люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok